Если сильно большая грязь на медном ковше То конечно нужно очищать механическим путем А не химическим Мелкой наждачной бумагой Но сейчас уже, когда уже появились только разводы Их очень сложно убрать То конечно Это очень отрицательно Если вы будете каждый раз из мелкого налета Чистить медный ковш наждачкой Поскольку толщина его будет стираться И соответственно намного меньше вам прослужит На производстве применяют больше лимонную кислоту Следующая пропорция это 50 грамм на 15-20 литров И также необходимо температуру этого раствора довести до 50-60 градусов И после этого держать ковш в воде с лимонной кислотой в этом растворе 30 минут При этом медь не пострадает А все солевые растворы прекрасно уберутся Вот видите, там вот черные пятна темные Ковш стоил 1700 рублей И крышка 300 Но они были конечно очень в плохом состоянии Поэтому интересовался даже Не для музея ли я беру Я потом тоже понял, что это было довольно опрометчиво Поскольку чистить было довольно тяжело Где-то дня 3-4 я только потратил на чистку Грубую очистку всего того, что накипело за десятки-сотни лет в этом ковше Крышка не касалась ковша Я ставил сюда палочку И под пятку Положил крышку Ну что ж, сейчас уже становится водой горячей Через полчаса, наверное, где-то достиг 60 градусов И тогда мы начнем отсчет 30 минут Вот он довольно очистился вот здесь вот видите, около пальца здесь написано 4 литра в ковше и на крышке также указано приготовление медной воды можно, конечно, в бревной кастрюле и туда накидать куски меди ну, как-то все-таки лучше конечно, делать чистым медным ковше